Приветствую вас. Я бы обратил ваше внимание именно на момент сомнений. То есть сомнения – это по большому счету противоречиям, некоторым противоречиям, ну, ваше противоречие, да, и соответственно, значит, ну, нужно понять, с чем эти противоречия связаны, вот, в первую очередь. Что они из себя представляют? Что с чем у вас противоречит? Вот. Что с чем у вас противоречит? Вот. И когда противоречия будут решены, вот, то вот тогда можно будет говорить о том, что делать дальше. Нужно понять, чего вы хотите. В первую очередь. Определить то, чего вы хотите. В первую очередь. И уже дальше смотреть на то, как вы этого можете достичь. Ваши чувства к одному парню. Другому парню. Парню. Необходимо вам для самого себя более четко для себя понять. Чтобы выбрать то, что вам, ну, более, скажем так, близко. То есть, если у вас есть чувства, вы говорите, чувства небольшие, то какие это чувства? Ну, а что они направлены? И так далее. Если вы говорите, что, допустим, допустим, вам сделали предложение, то что это значит? Что вам сделали предложение. Хотите ли вы сами участвовать о для чего и зачем? В момент, что в общем и целом достаточно важно, чтобы, опять же, понимать, к чему вы стремитесь. То есть, сомнения это противоречит. Противоречит, как правило, истинный слой в человеке. Хочу, что поздно. Конечно, бывают, безусловно, разные моменты. Бывают моменты, когда противоречит желание, просто не способное найти, ну, скажем так. Адекватную форму. Форму своего выражения. Такое бывает. Тоже. Хоть и значительно реже. В любом случае, нужно помочь вам. Вообще, как мне кажется, вам бы больше, вам именно что больше, надо бы смотреть на себя, а не на окружающих людей вокруг вас. И двигаться в том направлении, в каком хочется двигаться вам, а не в том направлении, в каком толкают вас другие люди. Поэтому тут, опять же, ради вас самой желательно пересмотреть свою позицию. Сделать ее, ну, может быть, может быть, может быть, может быть, более самостоятельной, может быть, более независимой, может быть, более такой, корректной по отношению к себе. И вот это то, что в целом не видится хорошим решением вашей проблеме. Ну, просто потому что неразрешенные сомнения, неразрешенные противоречия будут вас, скорее всего, мучить. Потому что они подталкивают человека, как правило, к тому, чтобы человек сделал свой выбор. Чтобы человек принял какое-то решение. Если человек решение принимать не хочет, или решение принимать боится, то, в общем-то, довольно сложно такому человеку нас тут решиться. Но самое главное здесь заключается в том, самое главное, самое, наверное, неприятное заключается в том, что человек, который не может принять решение, человек, который не слишком доверяет, скажем так, себе, вот, он остается неудовлетворенным. Он остается неудовлетворенным, потому что ни одно из его желаний не реализовывается полностью. И вы находитесь сейчас своего рода в мире людей, в мире, скажем так, ваших парней. Которые, которые, которые с вами в отношениях. Вот. И, на мой взгляд, это, конечно, ситуацию несколько усложняет для вас. Потому что вы могли бы, если бы не ориентировались на данный аспект, вы могли бы, конечно, двигаться в каком-то вот своем направлении, да, на каких-то своих парадигмах вы могли бы направляться, вот, если бы были более ориентированы на сами себя. Не на других людей, не на мужчин, например. Или на семью и так далее. Чтобы можно было бы более свободно выбирать. Пока что более свободно выбирать у вас не получается. Вот. А из-за подобного создается такое впечатление, что людей вы воспринимаете как некое средство. средство для достижения своих целей. Вот. Ну, это, знаете, тоже такая вот далеко не лучшая позиция, можно сказать, для отношений. более здоровых отношений. Я думаю, что в этой ситуации, в принципе, как и в любой другой ситуации, правильного решения, конечно же, нет. Есть ваше решение, которое не будет правильным, которое не будет верным, которое будет просто решением. Главное, чтобы это решение было в соответствии с тем, что вам важно в соответствии с тем, что является ценностью именно для вас. И вот уже, исходя из этого, можно будет что-то для себя выявлять. Ну, по крайней мере, это будет уже чем-то более определенным. Вот. Сейчас вы спрашиваете, как вам поступить. Но психологи не дают совет. Психологи помогают человеку разобраться в себе. Поэтому, если мы говорим именно про возможность разобраться в себе, то вот на эти моменты я рекомендую вам обратить ваше внимание. Как на одни из ключевых ваших ситуациях. Больше уже вы можете думать сам. Как вам действовать в соответствии с CMD и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Просто... ... ...